Людмила Улицкая. Серпантин. Читает для вас Артем Назаров. Надежда Георгиевна была библиографом еще с древних до компьютерных времен. Когда в жизни ее поколения появился компьютер, она первой изумилась ловкости нового приспособления и до глубины души прочувствовала, что мир изменился грандиозно и необратимо. И первой во всей огромной библиотеке освоила все новые премудрости. Библиотечные работники, окруженные ветхими книгами и устаревшими новостями, народ консервативный по своей охранительной природе, противящийся любым, даже самым незначительным новациям, вроде переноски каталожного ящика из одного угла подсобного помещения в другой. Тогда, в начале компьютерной эпохи, возник глубокий водораздел, который одни люди перешагивали, кто легко, кто с великим трудом, а другие признавали, что навсегда останутся в том мире, где библиографические карточки, исписанные аккуратным почерком, надежно нанизаны на металлический пруд. Там ведь было все, что надо. Название книги, фамилия автора, выходные данные. Надежда Георгиевна, далеко не самая молодая из работников библиотеки, совершенно безболезненно перескочила в новое тысячелетие. Ни дочка Лида, ни сын Миши такой прыти не проявили. Но она никого особенно не удивила своими достижениями, потому что все окружающие знали, что память у нее безразмерная, а мощность характера паровозная. С предчувствием грядущего успеха Надежда Георгиевна начала полное переоборудование библиотеки на новый лад. Все старейшие сотрудники от чувства профессиональной неполноценности быстренько вышли на пенсию, а новые девочки, пришедшие на их место после библиотечного техникума, а то и института, были козы-козами, и Надежда Георгиевна почти подпольно создала команду и начала учить небезнадежных и дерзких новой компьютерной науке. Некоторые все понимали сходу, в одно касание, а кто не мог, менял профессию. Кстати, часто она гораздо более выгодна в материальном отношении. Всем известно, что в библиотеках, хоть в Вавилонской, хоть в Александрийской, во все времена работала особая порода людей, верующих в книгу, как другие в Господа Бога. Надежда Георгиевна, перешагнувшая уже пенсионный возраст, происходила из этой породы книгопоклонников и службу оставлять не думала. Во-первых, во-вторых и в-третьих. Все эти многочисленные доводы представляла дочь Лида, которая зашивалась со своей поздно рожденной двойней и мечтала съехаться с матерью, чтобы та не анчила внуков. Но Надежда Георгиевна и мысли такой не допускала. Детки, как известно, и сами собой растут, а книжное дело требует попечения, особенно в этот переломный для жизни библиотек период. В голове она держала огромные планы и, начав дело, никогда не останавливалась, пока не доводила до победного конца. И была еще одна удивительная особенность в ее поведении. С начальниками и подчиненными она разговаривала с одной и той же интонацией, дружелюбного участия, в котором не было ни превосходства в отношении к низшим, ни особой почтительной искательности к вышестоящим. Ничего не пропускала, ничего не забывала, даже имени внучки-уборщицы, которая убирала ее кабинет. Без малого 60 лет было Надежде Георгиевне, когда она забыла слово «серпантин». Рассказывала приятельнице, по какой прекрасной крутой тропинке она поднималась в детстве в дом бабушки в деревне под Гаграми, и как потом эта тропинка заглохла, потому что на крутую гору проложили дорогу. Тут она запнулась. Слово «серпантин» выскочило из головы, и на его месте отчетливо зияла пустота. Пробел, белое пятно. Она, не подав виду, изобразила пальцами зигзаг и зигзагообразно свернула разговор в другом направлении, в кулинарном, и рассказала, какой вкусный пирог из практически подножной травы бабушка пекла в голодные годы. Тем временем Надежда Георгиевна продолжала искать на самом дне памяти исчезнувшее слово, чтобы накрыть им это белое пятно. И вдруг до нее дошло, что это не в первый раз с ней случается. Вот такое выпадение слова. Да, недавно вспоминала номер телефона своей школьной подруги и не смогла вспомнить. А ведь помнила всю жизнь наизусть все номера телефонов, как отче наш. Высыпались. Смутилась, растерялась, занервничала. Может, просто переутомление? Слово «серпантин» вернулось к ней на следующий день, как ни в чем не бывало. Но серпантин этот оказался только первым звоночком. На следующий день она не смогла вспомнить название романа Макьюина, который ей так понравился. Высыпались слова, фамилии, цифры. Да что там слова и цифры? Хуже того. Она заметила, что, направляясь на кухню за стаканом воды, успевает забыть, зачем шла. Возвращается в исходную точку, чтобы вспомнить, и идет по второму разу. Многочисленные ходки за чашкой, тарелкой, полотенцем. Паспорт потеряла. Потом, правда, нашла. Паспорт был очень нужен в тот момент. Она как раз оформляла рабочую визу в Германию, и дело было большой важности, не пустая прогулка для украшения жизни. Она возвращала Лейпцигскому музею, вывезенные во время войны книги. Все чаще она останавливалась в секундном столбняке, чтобы восстановить последовательность действий, которые прежде совершались автоматически. Никто, кроме нее, этого не замечал, и даже не с кем было поделиться своей бедой до поры сокрытой. Обострилось чувство тревоги, что забудет что-то важное и срочное на работе. Начала писать себе записочки «Не забыть» и этого, того, кому позвонить, с кем встретиться, и отдельное, что «Не забыть купить в магазине», а потом забывала, куда положила список. Однажды, когда пришла дочка с внуками, забыла, как зовут одного из них. Когда они ушли, Надежда Георгиевна вспомнила, как зовут мальчика, Максим, и заплакала. Поняла, что больна отвратительной и постыдной болезнью. Своё заболевание Надежда Георгиевна назвала серпантиновой болезнью и довольно удачно скрывала её от окружающих. Через полгода она установила, что высыпаются даже имена сотрудников, и возникающие в результате этого паузы, она научилась заполнять всякими безличностями, типа «Дорогая моя, голубчик, дружочек». Привыкшая уже получать все ответы на все вопросы в интернете, Надежда Георгиевна запросила, от чего ухудшается память и как с этим бороться. Информация хлынула огромным потоком, и исследование показывало, что имеет место когнитивная деструкция, которая и приводит к сбою оперативной памяти. Предлагались прогулки, витамин В12 какие-то, яблоки-репки для лёгких случаев, а для более серьёзных препараты от глицина до наутропилы и ещё целая куча. Она всё закупила, написала на бумажке, что и в какой последовательности принимать, в трёх экземплярах. Одна записка возле кровати, вторая на кухне, третья в прихожей возле двери. Было такое впечатление, что немного помогает. Но странное дело. Слова продолжали убегать, теряться, а когда она сосредотачивалась и пыталась уловить за хвост пропажу, на место покинувших её русских слов стали всплывать эти самые слова, но на немецком или английском языке. Почему-то родной русский оказался самым летучим, и ветер забвения всё чаще сдувал именно русские слова. Вместо этого приходили слова на немецком, первом её иностранном языке, которому учила мама в детстве. «Die deutsche Sprache» «Ich erinnere mich» «Kleines Mädchen» или «Какие-то ненужные английские» «Keep silence, you crazy guy» «I can't help you, my honey» «Serpentine» Эта чёртова забывчивость начиналась с завтрака, который она могла пропустить, считая, что он уже съеден, или позавтракать второй раз, позабывши о только что съеденном. Растворялось знание о том, что было только что, вчера, неделю назад. Но чем дальше от сегодняшнего дня вглубь уходило воспоминания, тем крепче оно держалось. Надежда Георгиевна взяла отпуск. У неё отпуска скопились за последние три года. Пришёл сын Миша. Она не могла вспомнить, когда видела его в последний раз. «Что ты так долго не забегал?» — спросила его. «Мам, да я позавчера у тебя был. Ты что?» И тогда она призналась, что стало плохо с памятью. Всё забывает. Миша был человек очень занятой, перегруженный своими делами. Но в этот момент он сразу же понял, что надо включаться. И включился. Он был далёк от медицины, как от неба. Все дела его были чрезвычайно земными. В ту пору он торговал какими-то подмосковными участками, строил коттеджи, продавал, покупал, перепродавал. И он немедленно занялся матерью с той же чёткостью и последовательностью, которая была в нём заложена. Может, как раз ею и заложена. Он отправил её по знаменитым и дорогим врачам. Сначала к терапевтам и неврологам, которые прописывали ей те самые таблетки, которые она нашарила в интернете. Делали какие-то вливания. Но ничего не помогало. Становилось только хуже. Тогда Миша зашёл по второму кругу, гомеопаты, китайцы с прижиганиями и иглоукалыванием, настоящий тибетский травник, работающий с переводчиком. Мишна жена Светлана, склонная к простонародной мистике, притащила к Надежде Георгиевне знаменитую колдунью в мужской меховой шапке, которая в принесённой с собой грязной кастрюльке вскипятила воду, насыпала в неё волшебного ссора, долго смотрела на бурлящие в шмётке корешков, потом воду остудила, смешала с каким-то маслом и обмазала Надежде Георгиевне уши, нос и рот, а остаток велела выпить. Дрянь какая-то. Когда старуха ушла, Надежда Георгиевна пошла в ванную, смыла волшебное снадобье и сказала «Всё, дети, генук, фенита ля комедия, хватит». Кажется, это было последнее в её жизни решение. Мир её сжимался, белые пятна ускользавших и забытых вещей расширялись, уходили имена людей, названия книг, воспоминания не только вчерашнего дня, но и драгоценные зарубки детства, как укусила собака во дворе, как пролила чернила на белый школьный фартук, как сломала ногу, сдавая нормы БГТО в шестом классе, забыла мать, отца, мужа, и растворилось всё абстрактное, отвлечённое, что было добыто в жизни чтением, учением, общением с людьми, всё огромное библиотечное знание, которым она так дорожила. Мысли как будто спускались с высоты в низинку. Где чайник на плите? Забыла. Опять забыла. Весь выкипел и почернел. Сын принёс электрический. Вот рычажок, вот огонёк горит. Пришла дочь Лида. Надежда Георгиевна приветливо улыбнулась, кивнула и спросила, «Как ваши дела, дорогая?» Лида заплакала. Сын поместил Надежду Георгиевну в особый за большие деньги дом престарелых в Подмосковье. Ей там было хорошо, она успокоилась. Выпадение слов её уже больше не мучило, отчасти потому, что они покинули её окончательно и больше не раздражали своим временным отсутствием, отчасти потому, что ей кололи специальные препараты, укрепляющие и успокаивающие, от которых она всё больше спала. Иногда она вставала, садилась в красивом сиреневом халате у окна и смотрела. Там была снежная успокоительная белизна, и она сливалась с той, которая простиралась внутри неё и прежде так мучила. Теперь эта внутренняя пустота была совершенной, в то время как прежняя была пятнистая, хаотическая, в ней происходила борьба за окрашенной любовью, беспокойством, жаждой деятельности островки, была подвижной, как в детской игре, 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 нет, название забыла. Теперешняя белизна была не тревожная, не опасная, как бывает в операционных, а совсем иного рода, успокоительная, тихая, вызывающая доверие, равная плотному и мощному снежному покрову, открывающемуся за окном. В то утро Надежда Георгиевна съела с помощью медсестры овсяной каши и творогу, выпила кофе с молоком, который всегда пила по утрам и долго сидела перед окном, придаваясь чувству белизны внутри и снаружи, без начала и без конца, и сидела в сосредоточном оцепенении до того мгновения, пока эту неподвижную белизну вдруг не разорвал целый пучок синих молний, и одна из них ударила ей в голову. Этот удар взломал эту успокоительную белизну, она треснула с тонким звоном и оказалась всего лишь завесой, и завеса эта упала. Надежда Георгиевна вскрикнула. Картина, открывшаяся ей, была гораздо больше того мира, в котором она жила. Ни пробелов, ни пустот. Плотная и прекрасная ткань была космосом, в котором и земля, и все живое на ней, и все знания растений, микробов, муравьев, слонов и людей, собраны были вместе и общались между собой, перетекая одно в другое. Это было знание полное, совершенное и постоянно прирастающее. Всю жизнь она читала книги, заполняла каталожные карточки и удивлялась тому, как много на свете всякого разнообразного, не стыкующегося между собой знания. А когда пришел компьютер, оказалось, что границы знаемого простираются гораздо дальше, чем казалось прежде, и она училась ходить по новым тропинкам. Но здесь был мир не учения, а совершенного знания, и границ ему не было. Все, что она знала из книг, от школьного учебника по грамматике до христоматии по истории древнего мира, от доказательства Пифагоровой теоремы до строения Флоэмы, было лишь малой частью открывшегося ей пространства. Этот умный хаос приглашал ее к себе. Он в ней нуждался. «Где очки?» — мелькнула. Но тут же поняла, что зрение ее прекрасное, и видит она все иным образом, чем прежде, как будто не в привычном трехмерном, а в каком-то ином измерении. Это была великая красота, про которую она догадывалась, сидя в своей библиотеке в отделе новых поступлений, но не мыслила, не надеялась увидеть себя в этом месте, и она наполнилась счастьем до отказа, до потери собственных границ, потому что почувствовала, принята сюда навсегда. И то, что она любила больше всего в жизни — учиться, узнавать новое и расширяться своим знанием до самых далеких точек, которые только могло вместить ее заболевшее, перегруженное, уставшее от работы сознание — все ей было дано сразу и навсегда. Границ не было у этого сияющего мира. Он двигался, развивался, расширялся и разворачивался, как серпантин. Спасибо, что вы со мной. Этот канал для вас и благодаря вам.